Наши местные жильцы уголек, рыжик и медвежонок. Все собаки кастрированы, помогали нам люди с ласки кастрировать, обработаны и привиты. Совершенно безопасны, доброжелательны, пугливы. Подойдешь, они убегут. Ни на кого не кидываются. Вот живут, едят, кушают, будочка есть. Три бездомных пса рядом с работой Елены. Женщина, которая заботится не только об этих собаках и которая недавно зарегистрировала независимую автономную организацию «Найденыши-22». Это стало логическим продолжением деятельности неравнодушных людей, которые вот уже два года спасают бездомных животных. В нашей группе будет в августе два года. За два года мы пристроили более 700 животных. То есть животные были стерилизованы, вакцинированы, пристроены куда-то в дом, либо в квартиру по всему Алтайскому краю. Случаи были так. Также мы возили в Республику Алтай, в Новосибирскую область. Новые организации, всего лишь юридический статус и чат-мессенджеры. Нет ни помещений для животных, ни постоянных спонсоров. Но есть общая благая цель – помогать бездомным братьям-меньшим. В свободное от работы время одни занимаются отловом, другие фотографируют и выставляют посты о помощи. Третьи, как правило, пенсионеры, закупают корм и пристраивают животное. Вот живет кошечка в подвале. Она родила котяток. Срочно котяткам нужна передержка, а кошечку с бортом на стерилизацию нужна ей. Если она дикая, на послеоперационный период тоже передержка небольшая. Потом будет кошечка выпущена в подвал, если она дикая. Если не дикая, то желательно до пристройства. На стерилизацию и лечение волонтеры скидываются. Нередко снимают даже жилье для животных, которым нужно время на физическое восстановление или психологическое после издевательств живодеров. Люди дежурят по очереди, спасая бездомных, которых обязательно пристраивают в добрые руки. И даже после этого единомышленники отслеживают судьбу своих найденышев. Если животным обращаются плохо, ему ищут другого хозяина. Были такие случаи, когда мы пристраивали и слепых животных, и животных-спинальников, которых сбивали, находились добрые люди, они за ними ухаживали. И собак с какими-то психическими расстройствами, психические от хозяев, которых били, избивали, издевались. Семь сотен животных в крае за два года обрели дом. Еще сотни остаются бездомными, но они сыты и стерилизованы, а значит не будет новых бродячих кошек и собак. Благодаря неравнодушию обычные люди, по сути, организовали эффективно работающую службу помощи бродячим животным. И они уверены, что вопрос с агрессивными собаками тоже нужно решать гуманно, а не с помощью эвтаназии, то есть принудительного усыпления животных. К слову, такого же мнения придерживаются не только зоозащитники, но и депутат Госдумы Владимир Бурматов. Не бывает гуманно и эвтаназии. Убийство есть убийство. Ну, как бы, ведь если те, кому не понравится вдруг решение, полтайские депутаты начнут призывать к их гуманно и эвтаназии. Ну, а депутаты же разметятся. Это противоречит федеральному закону. И в это должна сразу же вмешаться прокуратура и, значит, обратить внимание на противоречие этой инициативы федеральному законодательству. Владимир Бурматов рассказал, что решения алтайских депутатов в ближайшее время будут опротестовывать. По его мнению, оно аморально, а главное, не способно уменьшить число бездомных животных. Депутат Госдумы посоветовал алтайским парламентариям съездить на экскурсию по приютам для животных в Нижний Новгород, где, по его словам, за три последних года популяция бродячих собак снизилась в два раза. При этом ни одно животное принудительно не усыпили. В нашем же регионе к такой мере многие люди относятся почему-то лояльно. Как часто, по-моему, обращаются с тем, чтобы усыпить животное? К сожалению, ну, часто. Надоело животное и они приносят? К сожалению, да. То есть такие случаи даже на неделе бывают от одного до трех раз. Люди говорят, ну, знаете, мое животное, что хочу с теми делаю. Это неправильно. То есть нужно обязательно врачу донести к человеку, что правильно, что нет. И просто так усыпить животное, врач, я думаю, тоже не имеет права. Для эвтаназии есть определенные правила, когда они действуют, что можно животное усыпить. Это либо травмы несовместимые с жизнью, либо это онкология уже в крайней степени. И защитники, и депутат Госдумы убеждены, что отношение к животным – это отражение общей картины нравов. И пора уже, наконец, от средневековых методов переходить к гуманной системе работы с четвероногими. Выделять деньги не на убийство, а на строительство приютов и поддержку зоозащитников. Это очень больная тема, потому что, ну, каждое животное, мы над ним плачем. Мы спасаем всех, и тех, кого сбивают машины, над кем сбиваются люди. Мы как бы не шизики, да, у нас есть у всех семьи, дети, мужья работы. У нас не живет дома по 30-40 собак. Ну, как бы мы такая невидимая часть нашего города, которая за счет своих средств, каких-то сборов, минимальных каких-то спонсоров, мы стараемся сделать максимальную работу. К слову, опыт организации найденышей решили изучить на федеральном уровне. 18 августа представители Алтайской организации полетят в Москву на встречу с депутатом Госдумы, где выскажут свои предложения о решении злободневной проблемы. Они надеются, что их организации, возможно, тоже будет оказана помощь. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.